Привет всем, меня зовут Лидия. И сегодня я снимаю видео по идее, креативной идее, как всегда, моего продюсера, дочери Дарьи. Она подала идею снять видео об экспертах. Я в своих предыдущих видео, рассказывая о расследовании того или иного дела, касалась работы экспертов, тем не менее. Ну, коль такова воля продюсера, я еще раз, так сказать, посвящу это видео только эксперту. Надо сказать, что деятельность эксперта, она регламентирована, ну, как и деятельность следователя или оперативных работников, уголовно-профессиальным кодексом. Там в нескольких статьях раздел специальный указано, кто такой эксперт, то есть это лицо, обладающее определенными познаниями в той или иной области, достаточными причем познаниями. Вот такая расплывчатая формулировка. Вот, вот, как должен действовать эксперт, все его действия, каково должно быть заключение, все его разделы, все это указано. И не дай бы же отступить от буквы, от закона, то есть от той или иной статьи. Вот поэтому, кстати, при расследовании уголовных дел возникает необходимость проведения экспертиз тех или иных, это криминалистических, например, куда входят и дактилоскопическая, и почерковеческая, ну, и еще ряд там по оружию, и ряд вот таких вот криминалистических экспертиз. Есть специальные эксперты, судебно-медицинские, к примеру. Вот, и, естественно, судебно-медицинские эксперты должны обладать, во-первых, достаточным медицинским образованием, то есть это высшее естественное образование, это врач широкого профиля. И не только врач, но и вот у нас не готовят, так сказать, судебно-медицинских экспертов в медицинских институтах, они получают общее образование, и только потом, коль врач решил стать экспертом в судебно-медицинском, то он проходит еще дополнительное обучение, достаточно длительное тоже, где уже в деталях изучает вот эту самую науку, судебно-медицинскую экспертизу. К тому же, как и любой врач, они постоянно обучаются, то есть курсы повышения квалификации и так далее, то есть он, как и врач, он постоянно учится всю свою жизнь, учится, потому что появляются новые методики, новые методы исследований и так далее. Всем этим, естественно, эксперт должен обладать, как и любой другой эксперт. Экспертизы проводятся не только, например, по трупам в судебно-медицинских, но и по живым лицам обязательно, когда им нанесены те или иные повреждения и так далее и тому подобное. Это называется освидетельствование, будем так говорить. Ну и, естественно, эксперты в судебно-медицинские по трупам, потому что для установления причины смерти нужно непременно абсолютно точное заключение, основанное на объективных методах исследования о причине смерти, потому что без причины смерти никогда не установишь механизмы преступления. И, конечно же, эксперт, ну, например, юристы тоже изучают в университете, и я тоже, эту науку в судебно-медицинской экспертизы, ну, в том, в общем, так сказать, объеме обладаем тоже какими-то познаниями более или менее. Но с кондачка вот так вот тот же следователь, который изучал как бы эту науку при осмотре места происшествия, он не имеет права определять, что это за вещество. Например, если я осматриваю место убийства, то я никогда в протоколе не должна указывать, что это вот пятна брызги крови. Нет. Мы говорим, это пятна бурого там или красного какого-то цвета, похожие на кровь. Или, к примеру, мы обнаруживаем при осмотре какие-то предметы, ну, или при обыске, выемке и так далее. Описывая его, хотя явно видим, что это, например, золото, увы, мы в протоколе указываем, что этот предмет из металла желтого цвета. Все. И только потом уже, изымая вот те вот образцы пятен, брызг или вот эти вот предметы, если это необходимо по делу, назначает исследователь экспертизу, вносит постановление специальное назначение экспертизы, направляет его на экспертное исследование. Только эксперт может дать заключение, что это такое, что это за предмет, что это за вещество, ну, и его отличные свойства. Там, если кровь, то группа крови, резус и так далее и тому подобное. Из какого органа, там, носовое, ртовое, вагинальное и так далее, из какого органа могли образоваться эти пятна. Ну, если, конечно, необходимо, есть какие-то неясности, необходимо по материалам дела в ходе расследования. Ну, и, конечно же, мне не буду касаться, наверное, экспертиз криминалистических, там, более-менее, они тоже проходят обучение в области криминалистики специальной, поэтому, как бы, обладает достаточное непознание. Если, конечно, это в экспертном учреждении проводится экспертиза специально. Но закон допускает, что экспертиза может проводиться и во внеэкспертного учреждения. Ну, вот, к примеру, раньше, да и сейчас, наверное, еще нет, возникала необходимость проведения ветеринарных, зоотехнических экспертиз. То есть, бухгалтерских, судебно-бухгалтерских, экономических, строительных для установления нарушения, наличия нарушения каких-то строительных норм и правил, специальных причин, в смысле, следствия которых повлекли вот эти вот самые нарушения. И так далее, и тому подобное. Специальных экспертизных учреждений такого рода нет, и поэтому следователь прибегает к специалистам, естественно. Прежде всего, он убеждается, что он достаточными познаниями обладает. Ну, это может быть диплом, конечно, в образовании, там, трудовая книжка о том, что он работает в той или иной области, ну и так далее, и тому подобное. Здесь уже на усмотрение следователя нужно все-таки представить достаточно объективные данные, свидетельствующие о компетентности этого специалиста. Ну, судебно-медицинские эксперты. Я уже упоминала и работала, когда для меня так и осталось непонятным, как можно работать экспертом, постоянно вскрывая трупы. Причем трупы зачастую не самого приятного, так по сути, вида. Ну, ладно, как мы говорили, свежие трупы. Особых там, так сказать, ощущений неприятных не испытываешь. А если они далеко зашедшими гнилостными изменениями, утопленники и так далее, то завелище, конечно, весьма нелицеприятно, запахи там и прочие дела. Это все, и хотя там система вентиляции в секционных залах и так далее, и постоянно после каждого вскрытия все это шлангом смывает, смываются всякие дезинфицирующие свойства. И Бог знает, какие запахы. Это настолько устойчиво, что вот заходишь в секционный зал, и уж постоянно находиться. Конечно, если постоянно не находиться в секционном зале, там, где вскрывают, например, трупы, вскрыл, удалился, и санитар там зашивает, все это прибирает труп. А он удаляется в кабинетик, там, в свой, если таковой у него имеется. Работа эксперта, ну, как исследователи тоже, весьма бумажная, весьма трудоемко, вот в этом именно смысле. Писанины, ну и врачей, конечно. Писанины просто невероятно. Кошмар какой-то. Эксперт начинает описание трупа внешней, так сказать. Ну, кроме того, что обязательно наличие врача при осмотре места происшествия, обязательно об этом говорит закон. Если не эксперта, то врача, все неприменнейшие. И в условиях, например, таких вот глухих районов, где нет своего эксперта, я работала в таком районе, там был Ачинский межрайонный, Сотмедэксперт, а в нашем районе, например, и еще близлежащих, небольшеньких экспертов не было, а его не дозавезти, он загружен просто вот до нельзя, вскрытиями, свидетельствами и так далее, и заключениями и так далее. Вот, поэтому прибегаем к помощи в обыкновенных врачей, как бы там ни было. В НИПУ вспоминается, что в силу каких-то обстоятельств выехала на обнаруженный труп, для осмотра требовался врач, и никого под рукой не оказалось, дежурил как раз педиатр, женщина такая. Ну, хотя врачи, казалось бы, должны не страдать какой-то особой брезгливостью, им сталкиваться приходится со всякого рода и выделениями, и прочими видами, но этот педиатр просто я силком подтаскивал к трупу с тем, чтобы, так сказать, что-то она там разглядела, или что-то. Я и сама, правда, и вижу, но процесс таков, что при осмотре места происшествия, если дело касается трупа, то уже здесь вступает эта прерогатива врача-эксперта, то есть он диктует внешний вид трупа, какие там повреждения описывает и так далее, и так далее, и так далее. И вот потом, следует ли мысль постановления о назначении экспертизы, на основании этого постановления эксперт приступает к производству экспертизы, которая начинается с описания трупа. Конечно, место, время, кто такой эксперт, какой категории и так далее, какой труп он скрывает, если он опознанно называет его, год рождения и так далее. Тут начинается, называется раздел исследования. Исследование, прежде всего, оказывается труп мужского пола, например, в такой-то одежде. Описывается, если есть одежда, в каком она состоянии, есть ли там повреждения, разрывы, порывы и так далее. Твуподобное. После описания тщательного одежды, тщательнейшего, эксперт приступает к описанию внешнего вида трупа. Это кожный покров, например, такого цвета, труп на ощупь, холодный и т.д. Санитар, как правило, уже потом готовит санитар. Есть, он скрывает. То есть, скрывает грудную клетку, живот доллака, полностью извлекает, как мы говорим, единым органокомплексом по методу Шора все содержимое грудной клетки и брюшной полости. он распиливает череп, извлекает мозг, это все отдельно извлекается. Все это, значит, эксперт осматривает. Осматривает все повреждения абсолютно. Их бывает очень много, например, более ста были случаи у меня, когда наносились те же ножевые ранения. каждую, каждую раночку, каждое повреждение, каждый кровоподтек или иные какие-то следы. Он описывает размеры, глубину и т.д. и направление, то есть снизу вверх или наоборот, там вправо-налево и т.д. Все защищательнейшим образом описывается. Когда со внешними покончено, тогда приступает к исследованию внутренних органов. Каждый орган он разрезает, будь то сердце, легкие там бронхи, желудок, печень и т.д. Содержимое кишечника тоже. Пишет заключение так. В кишечнике, значит, соответствующее содержимое. Кстати, эти массы не требуется описывать. Единственное такое ослабление. Все остальное описывается и те повреждения, и те патологические изменения, которые имелись, возрастные, либо еще какие-то. Все это тщательнейшим образом исследуется, берут от каждого органа кусочки, на гистологические исследования, все это упаковывается в пробирки соответствующие, изымаются образцы крови, мочи непременно, на химическое исследование и т.д. В общем, все вот эти вот образцы, все, что изымается, возможно, если ставится вопрос под ногтевое содержимое, то есть ногти либо остригаются, либо специальным предметом скабливается все это, смывы, например, на ладонях, если огнестельное ранение, вдруг это самоубийство, либо еще там чего-то. Вот. И все вот это направляется в лабораторию, то есть другим уже экспертам в области химии, например, образцы крови, слюны, спермы, мочи, на наличие алкоголя, наркотиков, либо каких-то отравляющих веществ, там специальная такая хроматография исследует их на наличие каких-то других еще веществ. На гистологическое исследование, гистологу, естественно, эксперту, все эти образцы органов, гистолог уже устанавливает изменения в клетках, на уровне клеточном, какие изменения, если так и более, есть в тех или иных органах. Ну, или биологам, то есть по вещественным доказательствам требуется, они проводят свою часть исследования, и когда по направлению судебно-медицинского эксперта все это направляется, исследуется, а потом те эксперты уже направляют свои результаты вот этому общему судебно-медицинскому эксперту. Ну, в общем, так сказать, эксперт, ну, впрочем, как исследователь тоже, тоже чуча, что вижу, то и пою, то и пишу. Поэтому заключение очень объемно, я говорю, что это отнимает массу времени, нужно описать каждого органа, его величину, изменения, если таковы, он видит визуально запад там, или еще чего-то. поэтому заключение исследований, будем так говорить, все, что он, все свои действия описывает, что он берет, куда направляет, и чего, и как, занимает очень много писанины этой, буквально вот без интервала обычно пишут в целях экономии бумаги тоже на нескольких листах, то есть с обеих сторон страницы печатается, вот, много-много-много печатной вот этой описательной работы, и на этом все, эксперт ждет заключения других специалистов, и только когда он получает эти заключения, сравнивает их с теми данными, которые он увидел, ощутил, и только тогда он приступает уже к выводам, то есть к непосредственному ответам на вопрос исследователя суда или другого полноучного органа, который вынес постановление значения экспертизы. Ну, что я хочу сказать, наука движется вперед, и поэтому как бы то, что невозможно было исследовать оборудование, не было такого методика и так далее много лет назад, то в настоящее время конечно возможности расширяются экспертные, и они в состоянии соответственно интересующие следствия вопроса для установления механизма наступления смерти, от чего, как, куда, то есть они могут например высказаться точно, если падение с высоты человек упал, то эксперт может рассказать с помощью методики соответствующей о не придано ли ему ускорение посторонней какой-то силой, то есть не толкнули, не вытолкнули, не выбросили его, сам ли он сверзнулся и так далее и тому подобное. Если например удушение асфиксия, то по виду стоммуляционной борозды, то есть это на шее, на горле остается полоса такая от веревки или от чего, на чем удавлен был человек, вот эта вот полоса с кровоизлияниями, замкнута, не замкнута она, эксперт может сказать точно сам ли он так сказать взвернулся или ему помогли и так далее и тому подобное. Поэтому конечно во многом не только будем так говорить и ненужной такой работы к описанию например печени или сердца или чего-то если человек застрелян в голову и какая же разница описывает-то он если там никакой патологии нет, тем не менее закон требует именно так. Я уже упоминала как-то тут уж мы по принципу действуем всегда еще постародавнее это застарело видимо нашей подозрительности вечной что все сделают не так и вдруг соврут все непременнейшие обманут смошенничают это касается и например исследователя что присутствие понятых при осмотре места происшествия выемки обыски и так далее непременно на западе полицейский пришел в блокнотике черканул чего-то себе не надо ему никаких понятых и судья потом его заслушивает и верит безоговорочно там почему-то нет такой подозрительности что полицейский непременно ссорит в силу тех или иных обстоятельств какой-то своей личной заинтересованности не знаю уж какой а у нас вот так поэтому и производство экспертизы тоже такое подозрительное отношение ну во-первых он естественно предупреждается за отказ отдачи заключения и задачи заведомо заключения это все непременящие требования закона и вот это детальное описание буквально всех органов и так далее подобное которые казалось бы причине смерти отношения бы и не имели потому мне как-то попало в руки заключение экспертизы из Японии сильно я поразилась знаете если наше заключение занимает несколько печатных листов без интервала то вот в японском заключении вот столечко всего вот столечко выводы только смерть наступила от того-то от того-то от того-то все и суд это удовлетворяет у нас же извините лучше перевдеть чем не дам дети извольте обставляться так же как и врачи обставляются говорят что мы работаем не на больного так сказать работаем на прокуратуру на правоохранительные органы потому как бы чего не вышло экспертизы бывают назначают и дополнительные еще и повторные если возникли какие-то новые обстоятельства и при первоначальной надаче заключения эти обстоятельства еще не было так сказать бывают назначают комиссионные экспертизы особенно часто комиссионные экспертизы назначаются по врачебным как мы говорим делам то есть когда жалобы и прочее неправильный постановленный диагноз или лечение или еще чего-то поэтому как бы тогда собирается комиссия из нескольких экспертов из разных областей и тогда они изучают медицинские все документы и так далее но если труп вскрывался после смерти то данное раскрытие какие-то новые обстоятельства и так далее и так далее и тогда уже дается комиссионное заключение так или не так повторные экспертизы могут назначаться после экзаменации трупа как вы знаете если что-то не было обнаружено эксперт бывает что-то пропускает появляются какие-то обстоятельства которые требуется исследовать то есть объективно подтвердить ну например воздействие электрошокера я знаю что не всегда остается след причем если например след волосистой части головы где-то под волосами его очень трудно смотреть при осмотре а потом появляется данное что был применен например тот же электрошокер вот тогда и назначается повторная экспертиза труп извлекается из-за хранения и еще раз его исследуют в каком виде там будет непонятно можно не можно там смотреть но тем не менее для подтверждения что должна быть собрана по делу совокупность доказательств и никакому так сказать доказательства будь то экспертизы либо там еще никакой прерывы не имеет абсолютно хотя раньше еще при вышинском помнится говорили что пристанет цариться доказательств но тогда конечно так когда массово репрессии когда пытали избивали и так далее человек себя оговаривал мог признаться вообще в том что он папа ревицкий никто иной не говорил уже там о каком-то заговоре создании организации контрреволюционной и так далее и так подобное вот и возможно еще закон допускает можно допросить эксперта для уточнения его выводов каких-то ну я рассказывала что поскольку эксперты руководятся только объективными данными то есть то что он видит то что он визуально увидел то что он получил по результатам дополнительных методов исследования другого никакой самодеятельности не допускается никаких предположений гипотез либо еще чего-то что вижу то и пишу все на этом но бывают и такие обстоятельства и в моей практике они были как-то осталось даже когда труп например аскелетирован или настолько за далеко зашедшими гнилостными изменениями отсутствием мягкой ткани вообще что причину смерти установить невозможно а как без причины смерти извините непременно должно быть и орудие преступления и как и куда и чего и все эти вопросы найти должны разрешения и следователи я в том числе прибегаю тогда к допросу эксперта ну вот положим по братьям крыловым помните я рассказывала о нескольких совершенных им убийствах в нескольких областях здесь в Бакане в Бакане в Устебаканском районе получили данные когда уже задержали несколько подозреваемых вернее это вот по бандитуре стая автомобильной когда убивали водителей машины сбивали так вот одного из водителей трупа не было и при задержании нескольких уже подозреваемых получили данные что где-то в развалинах в подвале кстати руинах сахарного завода в Устебаканском мы не выехали туда туда чуть ли не ползком можно заползти пригнувшись поэтому труп иногда для удобства осмотра конечно извлекается из воды или откуда в том числе из этого помещения подвального где только можно чуть ли на карачках передвигаться на каком-то листе собрали эти останки все что там было уже выволокли сюда наружу для того чтобы эксперты его осмотрели труп скелетированы абсолютно как установить причины смерти никак на костях повреждения нет бывает при удавлении ломается подъездочная кость здесь как-то можно еще высказаться что возможно и это асфиксии путем с давлением петлей либо там еще чем-то и тогда уже следователь прибегает к допросу к экспертам хотя здесь казалось бы не уточнение каких-то выводов таковых как бы и нет что причина смерти не установлена но тем не менее как-то практика допускала такие случаи прибегаешь к эксперту будьте любезны лям-лям-лям вот учитывая показания подзеваемые что вот этого водителя накинули с заднего сиденья петлю из струны положим гитарной затянули и могла ли наступить от этого смерть этот эксперт говорит ну да при таких обстоятельствах возможно и асфиксия так причина наступления смерти ну я говорю сейчас побегу уже быстренько протокольчик залажу допросы ну тут надо все расписать кстати очень подробно и очень так сказать весом потому что для суда же все таки работаем они люди тоже не сведущие да бы для них все стало ясно и понятно вот расписываешь свой вопрос там приводя показания подзеваемые такие и сяких и такие обстоятельства и сякие потом его ответ пространный что учитывает это то пятое десятое прибегая потом с протокольчиком вот уже ознакомьтесь написать потому что он крутил голову какой я умный надо же так мне ловко высказаться ты не подкопаешься так сказать все правильно ясно и понятно вот так и могу не вспомнить например говорила уже в своих предыдущих видео о детях о смертьях детей есть только в один случай что девушка родила ребенка там в лесной избушке одна была и живого новорожденного бросила в печь в огонь кричала сильно она всю ночь жгла вот трупик этого ребенка потому что для того чтобы уничтожить тело человеку нужна очень высокая температура достаточно длительное время вот ну жгла жгла и когда стало известно по оперативным данным что такое могло быть задержали ее она привела нас в эту избушку к счастью она после этого не навещала ее и больше печени не протапливалась и выгребли значит из этой самой печи всю золу которая там была подвале везде ведро целое набралось этой золы вот отправила на экспертизу ни на что не надеясь в общем-то потому что ну так сказать визуально никаких останков ни костных ни каких-нибудь еще не было и каково было мое изумление сама удивилась измитая многолетний возраст когда эксперты вызвали мне полностью скелетик ребенка полностью и прямо вот так удивительная вещь не могу не упомянуть напоследок о наиболее меня поразившем эксперте о следовом медицинском это Пономалёфий Иванович он покойный вот он с одной ногой работал какое-то заболевание у него было типа помилит или чего-то и нога у него по бедру была ампутирована он на костылях передвигался только такой мудрейший дядечка такой умнейший человечище просто невероятно вот выезжаем с ним на место происшествия на костылях из машины усаживается значит на землю около трупа убийства к примеру начинаем осматривать его он диктует и так далее поэтому я уже упоминала о том что эксперты излишней предыдущей не страдают при их работе и потому так сказать приезжая в бюро нередко видишь картину когда рядом с секционным столом так сказать где труп весь распорот и раздрызганный а он так сказать выпивает рюмку водки закусывает при этом с аппетитом и это никак его не трогает абсолютно любил выпить покойней теперь уже октопнем запил при какой-то работе поэтому ну голову при этом не терял поэтому я с чекушечку в те годы антиалкоголь на этой компании добывала правдами и неправдами прискакивала к нему и миленький Юрий Иванович вот будьте любезны и поскоревшие и сильно надо и вот т.д. поэтому как бы я всегда с уважением относилась к экспертам куда же мы без них без них никуда и старалась старались мы как-то другую относиться вот так вот с уважением с различного рода экспертами ну что сильно надо они загружены прям по не знаю по самую макушку труппами вот этой писанины и прочими делами хотя месяц на производстве спрятей задводится они всегда угладывались конечно тому же звонишь или бежишь в бюро кричишь ой любененький дорогой мой Александр Сергеевич будет так любезен сильно надо и уж вот у вас и всяко шли навстречу зачастую а что делать в общем-то мы одно дело делаем для того чтобы установить истину по делу поэтому поэтому как-то когда вот так вот слажено вместе то и толку больше очень много полезного получаешь и по знанию в том числе и так далее с пониманием отношений к их работе нелегкой ну вот я всех их любила и уважала на это радостно ноте позвольте закончить мне до свидания